Приветствую вас и начать, пожалуй, нужно с того, что общество, оно по-своему воспринимает каждого своего члена, каждого социального индивида. И действительно многие люди говорят что-то из зависти. Действительно многие люди как бы недовольны тем, что вы делаете. И вы знаете, вот давайте с вами попробуем понять, вот почему кто угодно, не важно сейчас кто, а кто угодно, говорит плохие вещи. Что заставляет человека говорить настолько плохие вещи? Конечно же, счастливые люди говорить такого не будут. Значит, те, кто говорят, говорит это, как правило, люди несчастны. И надо сказать, что в своем большинстве это люди несчастны. Ну так вот, как вы относитесь к несчастным людям. Наверняка, несчастные люди в ваших глазах достойны жалости. Несчастные люди достойны сочувствия. Несчастные люди достойны понимания. И вот именно так, не надо относиться к людям, которые так себя с вами ведут. Надо сказать, что когда человек обращает внимание на недостатки другого, это не личность, а это не личные отношения, прошу прощения. Это не какие-то тесные взаимодействия, да, а именно коллеги, знакомые, кто-то еще. Это почти всегда является защитным механизмом. Это защитный механизм, суть проекции. То есть, человек проецирует на другого свои переживания и то, что его волнует. Соответственно, соответственно, то, что есть у вас, например, ваш внешний вид. Это именно то, что волнует других людей. С большим весом. И, естественно, они вам завидуют. Но почему? Потому что это их волнует. Почему коллеги говорят вам, что вы не сырье? Да потому что у вас работа-то более важна. И они это понимают. И им завидно, что они не получили эту работу. Они чувствуют себя уничтожены. И поэтому вам говорят эти вещи. И так абсолютно со всеми. Никто не будет, будучи счастливым, полноценным человеком, обладающим внутренней гармонией, никто из этих людей не будет пытаться принижить другого человека. Потому что принижение другого человека означает возвышение самого себя. Возвышение самого себя – это следствие внутренних проблем человека. И таких людей нужно пожалеть. Отместись к ним спокойно. Все они клиенты психоаналитики. Что касается вас. Что касается, точнее, даже еще пока не вас, а общества. То общество всегда стремится к человеку отвести свое место в механизме. В общественном механизме. И если у общества не получается, то такое общество начинает негативно относиться к таким людям. Почему? Потому что эти люди нарушают привычный расклад общественной жизни. А общество не любит, когда кто-то нарушает этот расклад. Обществу не нравится, когда что-то угрожает его жизни. И поскольку общество – это есть общественная организация, человеческая организация, то ему, этому обществу присущи человеческие черты. А именно – инстинкт самосохранения, стремление продолжения рода и защитные реакции. Именно так реагирует общество на вас. Да и, кстати, совершенно нормально. Ничего необычного в этом нет. Вам поэтому нужно воспринимать это спокойно. И, грубо говоря, не стараться никому ничего доказать. Если незнакомые или коллеги не очень близкие к вам так относятся, то их ничего не переубедить в их мнении. Как бы сильно вы ни старались, как бы вы ни менялись, они останутся при своем, потому что им так удобно. И в этой ситуации вам нужно лишь относиться к этому восприниманным безразличием и, самое главное, подумать. А почему же вас так сильно задевает то, что они говорят? Не сомневаетесь ли вы в себе? А если да, то почему? Может быть, эти сомнения являются намеком, сигналом на то, чтобы как-то развиваться по-настоящему? Работать над своим нижним видом немного, как-то еще где-то развиваться. То есть, в любой критике может быть и зерно истины. Но это зерно истины не имеет никакого отношения к этим людям. Эти люди не знают вас, не имеют представления о том, кто вы. Но зато вы из этого можете извлечь пользу. И где-то как-то себя улучшить, где-то в чем-то себя изменить для себя. Не для них, а для себя. И для близких. Чтобы более эффективно выполнять свои обязанности, задачи и цели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в табличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.